То есть вы считаете, что это из-за денег? Конечно, конечно, что в финал вышли. И в прошлый раз вышел финал эти, как его было? Прошлый чемпион. Чупраков и Исаев. Они же в одном зале у одного промоутера тренируются. И в финал вышли они оба. И на этот раз, оказывается, задумка была такова, что Чупраков и Исаев должны были выйти. Но как-то разбили их. И вот все равно не отдали. А я знаю, у вас было такое желание большое, именно выйти на Исаево. Выйти, конечно, на Исаево. Мы готовились. Специально прилетели с Киргизии. Ну, что поделаешь там? Но все равно, ребят, спасибо за бокс красивый. Желаем удачи. Надеемся, что... Ну, не, он просто... Первый бой, я скажу, да. Первый бой выиграл однозначно. По количеству ударов Михаил выиграл. Я не знаю, почему дали второй. То есть, основное время вы считаете, что основное время за Михаила? Ну, вот так как дали дополнительное время, конечно, пришлось ему поплатить. Человек непростой, то есть, очень... Видно, молодой, скоростной, конечно, были его ошибки очень большие у Михаила. Ну, молодец, справился. Даже последние двух минут, он закончил, он же закончил ударом. Это много мы говорим. Кто-то, естественно, вязал, не давал... Ну, то есть, оказывал просто как бы систему борьбы, но никак не мог. Не давал бороться. Ну, это хорошо. Я думаю, что финал как раз опять... Опять в белорусской дерби. Так что, придется, я играл в России. Как себя чувствуешь? Чувствовал хорошо себя. Уже лучше в этом бою. Уже подошел физически хорошо. Готовились уже. Уже видел бой соперника. Если первого не видел вообще, не знал, что за он вообще... то сейчас уже тактически знал, что левша уже где-то наработки делали. Уже сильно правильно подошел. Но дышал уже физически лучше, уже был готов, руки раскрепостил. Все-таки, как я говорил, дочка у меня подрастает. Вот, расскажи про дочку. Твоя оригинальная методика тренировок. Вот эту методику хочу рассказать. Она, конечно, за эти три недели набрала веса уже кило минимум. Стало тяжелее, руки у меня стали крепче. Стало сильнее благодаря дочке. Господь помогает. Хорошо, слушай. Ну, опять ты встречаешься со своим земляком. И это будет принципиальный матч для вас? Как ты думаешь? Для меня он, в принципе, как с любым соперником, никакого принципиального значения не имеет. Я приехал сюда выигрывать. Зарабатывать, конечно, чего скрывать, деньги в первую очередь. В моем возрасте не надо никакие титули. У меня в первую очередь присутствуют материальные аспекты. Мне главное, надо выиграть деньги, а не какие-то выяснять отношения. Ну, то есть, с злостью у тебя не будет какой-то кондрея. Никакой злости. У меня уже давно нету. Я уже, притом, с возрастом какая может быть злость. Это молодое, месёжно, может, бывает и то, стараюсь. То есть, ты добрый боксер, можно сказать. Можно сказать, что уже, когда с возрастом, уже стал добрый. Молодые годы, конечно, был, как и все эти молодые дети. Да, мудрость. С возрастом приходит мудрость. Хорошо, спасибо, Миша, тебе за бой. Поздравляем с победой. Игорь, подождите, в конце, конечно, ещё раз повторю, назову тех людей, которые мне всегда помогают. Это родители, жена, дети. Также Крёстная наша, которая вот сейчас я уже помогает жене с детьми. Галя, Крёстная наша. Игорь, Андрей, вот, они постоянно меня выводят. Также мой тренер Станислав Глушенков, тренер. Костя Маханьков и мой друг, которому благодаря здесь опять повторюсь. Это, друзья, Виталий Бондаренко, Антон Лахмастов, Дима Никеев, Паша Заяц, Андрей Панселеев. Как Поле Чудес. И Москвич Виталий Жданов. Нет, не Поле Чудес, а нужно быть благодарным тем людям, которые... А теперь несите приз, помогаю. Ну, приз вам послали.